В Камраде прошел протест, участники которого выступили в защиту врача Николая Славутского, задержанного на 72 часа по обвинению в нарушении тайны голосования. Участники манифестации в столице Гагаузской автономии считают, что полиция и прокуратура превысили полномочия, арестовав известного врача. Вы сегодня взяли под стражу святыню гагаузского народа, министра здравоохранения Николая Славутского, человек 50 лет работает врачом. Я думаю, что тут вы, все полицейские, кто здесь находится, все вы были у него на приеме. И не только у него, но и у его жены. Это семья докторов. Это люди, которые давали клятву Гиппократа. Мой муж и я всегда лечились у этого врача. Это золотой врач, это человек. Я не могу вам рассказывать, он никогда плохое слово, он всегда слушал и всегда лечил. Это врач, большой буквы врач. Если они не освободят это, вот я пойду это. Возьмут, говорят, что когули его возьмут, встану перед машиной и никогда этому врачу. Я хочу, чтобы его видеть, обнимать и сказать спасибо, что он лечил и моего мужа лечил. В ходе акции протеста в защиту известного в автономии врача Николая Славутского гражданский активист Михаил Влах обратился к полиции и прокурорам, которые, по его словам, прислуживают режиму Майи Санду. Напомним, что на прошлой неделе мониторинговая миссия Ассоциации промолекс обнародовала видео, в котором врач якобы указывает пациентам, как голосовать. Однако, по словам юристов, согласно статье 79 избирательного кодекса, человек, нуждающийся в помощи, вправе о ней попросить у другого, не являющегося членом избирательной комиссии. Сам медик утверждает, что не указывал, за кого голосовать, а разъяснял содержание бюллетеней. Кроме того, полиция придралась к тому, что Славутский якобы получил деньги за подкуп избирателя. Однако, в действительности, пожилой доктор, которому 72 года, так же, как и другие пенсионеры Гагаузии, получал надбавку к пенсии.